Добрые ранницы! Вас святает служба информации телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Сегодня у Гомеля урочисто открыть первый в Беларуси интерактивный припыночный павильон. Уникальный для нашей страны социальный проект, закликанный сделать жизнь горожан больше комфортным, повысить безопасность и информированность. Павильон обсталеванный системой видеоназирания и аудиооповещения с ручной лавкой с подогревом. Есть светлодиодный бегущий радок, система для экстренной связи и три мониторы. Первый имеет сенсорные экраны, позволяет вызначить оптимальный маршрут. Другие выводят информацию об часе, наближении громадского транспорта. Третий призначен для трансляции рекламных роликов. Объект самостоянно вырабляет электроэнергию, благодаря солнечным батареям. Это делает его полностью автономным и экологичным. Новый припынок – уластная распроцовка компании «АйТи Проект Буд». Два года назад мы были приглашены на Витебский форум инноваций и инвестиций. Гомельский городсполком был достаточно активен и предложил совместное участие. С этого момента пошла разработка от чертежей, от эскизов, от конструкторской документации и до готового реального в жизнь нашего опытного образца. Гомель рыхтуется отзначить «День города». У областных центров прибывают официальные делегации с городов-побратимов и творческие коллективы. Мясовые же хоры завершаются позже приготовления для встречи гостей. День народжения – знаковая дата, особенно, когда его святка и целый город. Урочистысти у Гомеля распочнутся 16-го вересня. Як вядома, все это День города, супадаясь с проведением международного фестиваля хореографичного мастатства «Соржский карагод». Старт конкурсной программы будет даден и у 10 годин ранецы у городским центры культуры. А у 20 годин на центральном стадионе Гомеля отбудется феерычное шоу под назвой «Живое танцевое полотно, сплетая фестиваль». Идея сюжетной постановки продуглеживая выкористание сучасных гуковых, светловых и лазерных технологий. Глядачи на трибунах убачить тое, чого не бачили николи, запевнивать организаторы. Я думаю, что каждый житель, гость города Гомеля, который поучаствует с нами, сопереживает и получит удовольствие от открытия. Потому что большое количество и свето-звуковой, и лазерной техники, и огромное количество студентов, хореографических коллективов, профессиональных коллективов задействовано в режиссерской постановочной группе. Огромное количество людей. И в целом, я думаю, что концепция, о которой задумка была изначально запланирована, она состоится. Урочистая церемония официнного открытия Дня города запланована на 11 годин ранницы 17 вересня. Удельники театрализованного шестя пройдут по площади имя Ленина. Пероплетенные нити творчести будут символизовать переплетение леса у людских, у огульных житий народа. По задумке режиссеров есть единая концепция, поэтому в этом году это будет цветовая гамма, отражающаяся в нитях. И советскому району достался красный цвет. Красный цвет – это символ жизни, символ утверждения, символ побед. Поэтому мы попытались показать именно через этот цвет историю, судьбу белорусского народа, его традиции, его обычаи. На сегодня уже известны те города, которые подтвердили свое пребывание. Это Сербия, это Грузия, это Соломинский район Киева, это, безусловно, наш Брест, Гродно, Витебск. Это Россия. И я думаю, что заявки еще какие-то будут подтверждаться. Безусловно, все делегации принимают участие в официальных мероприятиях. Но могу сказать о том, что помимо официальных мероприятий на всех площадках, и это будет интересно жителям, будут принимать участие и наши конкурсанты. Представители сожского хоровода. Потому что мы хотим не только представлять их на закрытой площадке в городском центре культуры, а я не отметила о том, что в субботу у нас в 10 часов состоится также второй конкурсный день. Будет представлена современная хореография. И мы всех жителей города Гумеля приглашаем опять-таки в 16.00 в городской центр культуры, когда будут проводиться бесплатно мастер-классы с участием известнейших хореографов Республики Беларусь. Большая колька святочных мероприемствов будет сконцентрована на улицах центральной частки города, а леуластные программы рыхтуются районы. Традиционные места массовых гуляний – проспект Космонавта, зона отпочинку Пруды, Лядовый палац, Любинское озеро. Пляцовка в микрорайоне Костюковка. Сярод самых значных святочных падей – концерт Московского державного академичного театра «Танцух Жель». Так само великая программа для молоди будет организована при патрымце телерадиокомпании «Гомель» на площадке имя Ленина. Початок у 18 годин. Так само свое мастерство будут демонстровать у дельники международного турнира по спортивных и бальных танцах на кубок Гомеля «Золотая рысь». Финальной кропкой святкование станет видовищный фейерверк, який осветит ночное небо у пяти кропках города. Наталья Игнатенко, Максим Савин, Валерий Гопанько. Телерадиокомпания «Гомель». До конца гэтага года у Житковицким районе плануется провести яше один месячник по доброупарадкованне. Причим, размова не идти об масштабных работах, хоть зарабить необходно яше шмат. Тему навядзення парадку на земли вывучаў Олег Синцюроу. Навядзення парадку на земли – пытання комплексная для сельскох госпадачых предприемців. Гэта неопочна чаргу. Привядзення упарадок жывелогадовчых комплексов и справа не толькі у доброупарадкованне тэрэторий. Некоторые фермы были пободаваны яше у 70-х годах минулого ста годя и с часом не просто почали выглядаць жахліва, уявлялі реальну небезпеку. Каб узвістие такое помешканне з нуля і спритягнення банковскіх крэдыту необходно каля 12 мільярдів недобінованных рублів. О акціонерном товаристве «Праозерская агра» вырышли обійсіся уласными силами і уласными сродками, а трималася у 8 разов таней, усягок полутора мільярдів. У плані наведзення парадку на землі «Праозерская агра» предприємство з нашої ступені показальне. В осілякім разі мінавіто яно допомогло ліквідаваць несанціонованую свалку, яку місцеві жахары зробіли у былым кар'єрым. Тепер на гэтам місце новий жывелогадовжий комплекс, а я ще зусім недавно сюди мкнулися нікого не привозіць. Все, що можна було вивезено на свалку действуючую, все остальное було іспользовано в качістве матеріала для строительства ферми. Тобто битий кирпич, камні – все це іспользовалось в делі. На даний момент, значить, строительство цієї ферми для данного населенного пункта – це перші робочі міста, закріплення молодежі. На вісті парадок у житківчих вирішені і в Градськім парку, який довгий час був узором парку савітського періоду. Уже зараз його дзенішній вигляд значно падєпшився, а напереді ще – установка дров'яного замку і приведення конкурсу граффити, після якого агароджа парку повинна кардинально змініть свій вигляд. А прачатого у планах реконструкція фонтана, на той на самога великого, який існують у райцентрах Гомецкій в області. «Здесь треба поработати, в першу чергу, с нашими технологами, які просчитають давління води, щоб вода використовувалася теж, яка тут буде присуттувати, без підпитки, щоб більше потір було у нашого коммунальника по цьому фонтану. Ну і за счет разного давління, разних потоків зробити, плюс підсветку. Буде красивий фонтан в нашому парку». «Первоважна більшість робот по наведіні парадку на землі у жительському районі імкнувся робити без протягнення бюджетних сроків. Ув'язок Віддошин, наприклад, таким чином проводить роботи по зносу старих домів і рекультуватися землі. З наступним уведенням їх усіляться оборот». «Удобства в обробці первоначально, коли займаємося, немає. Але земля плодородна, ведь здесь жили ж люди, участки були, растили свої семьи. Так що вводимо за останні два роки по хазість вот таких земель, де забрали на території деревень і ввели торфяніки ввели в строй 280 гектар». Олег Сентюров, Євген Матєйнка, телерадио «Компанія Гомель», Житківський район. 50-килограмовую авіабомбу вытягнули з раки СОЖ. Дзіля гетага у обласный центр приїжджали сапёры-водолазы Витебской поветро-надесантной бригады. Некалькі дзен територія пляжа у Гомелі і частка Набережной були оцеплені правооховниками. За ходом операції назіраў Александр Гамоля. «Строга інструкція, водолазна екіпіровка і узгодніний маршрут вывозу авіабомбы за межі города, падыход до задання, адказны і профісіны. Складаність водной осеродзі і близьке размяшчені зоны адпашынку гараджан. Авиабомбу часов Великай Чыны знайшлі на супрадзь Горадской набережной. Знародвагою 50 кілограмов ляжаў на судовым ходу якраз посередзіні раки». «Вся прибрежна территорія, которая находится непосредственно где находился данный боєві припас, то есть пляж, набережная, с той стороны – это все зона поражения данного боєві припаса». Гомельскіе водолазы подчас тренировочного погруження снародзі находівся на вельмі малой глубіне – усяго два метры. Уличваючись, що у апошні гады сош стал мялець, любое буйное судно могло зачапить немецку авіабомбу винтом. «Зарвалась по разным причинам, то есть могла поменять свою траекторію. В то время река наша была полноводной, глубина была большой, поэтому данная авіабомба могла поменять свою траекторію во время падения воду». По словах специалистов, у воде вакул обласного центра яше шмат небезпечних прадметов. У минулому годі рештки аденалогічних снарадов были зноідіне яше каля двух пляжів. «Не проходит и года, чтобы, по крайней мере, в городе Гомеле мы что-то подобное не обнаруживали. В прошлом году это был непосредственно похожий предмет, что и подтвердилось, 50-калограммовая бомба была извлечена саперами-водолазами непосредственно на территории городского пляжа. Взрывоопасные предметы в прошлом году были обнаружены, остатки снарядов на Новобелецком пляже, в зоне отдыха Чонки». Немецкие авиабомбы СД-50 подчас Великой Айчыны выкористовывали для поражения живой силы, техники и оборонших збудований. По выниках операции боеприпас был ликвидованный на подрывном полигоне. Александр Гамоля, Дмитрий Радзянко, телерадиокампания «Гомель». Протягиваем выпуск. Биомеханичные скульптуры у фантастичном свете Сергея Протянкова презентуя картинная галерея Вашченки. Лауреат французской премии Тейлора представил 25 работ з металу, вырабленных в уникальной авторской технице. На открытии выставы побывала Ганна Каральчук. «Гомельчанин Сергей Протянков не має мостатской адукации, але ягод металличной скульптуры вядомы далёко за межами родного города. За 10 годов незвучайное хобби Сергея Протянкова стало основным занятком. Международное признание пройшло в минулом годе, после отримания премии Тейлора. По словах скульптора, його життё зовсім не змянилася, але звання дало мотивацию і новые силы для працы. Цяпер Сергей Протянков практична цялком присвятів себе творчасті. Пошук незвычайных матеріалів і реалізація смелых задумок займають шмат часу. Зараз аутар якраз працює над новым проектом. «Це, що я роблю, це з того, що я имею. Це художник може взяти кисточку, краски і там где-то щось зробити. А я тільки з того металла, який у мене є. Це всевозможні коси, це всевозможні труби, це всевозможні мосполки. Це все, що я нахожу на блаженних ринках, що приносять мені друзі. Я, короче, все, що отжила в свій век, знаходить у мене втору життя». Персонажу з металлу – популярна тема з часу з'явлення на екранах, стужок «Терминатор» і «Матрица». Механічні істоты часто з'являються і у комп'ютерних гульнях. Але махчимай стать побач з металічним героем значно більш вражує, чим бачить його у кіно. Неподробнуя цікавість вистава викликає у дзятей і подлетків. «Мне все очень понравилось, все так необычно. Что-то смешно, что-то страшно, что-то весело. Так що я бы тоже хотела научиться все це такое запретать, скручивать». Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадова компания «Гомель». Мужчинская команда гандбольного клуба «Гомель» поспяхово з'їздила у Брест. У матчі чемпіонату Беларусі гамельчані обыграли БГК-2 – 34-27. Жанучша команда «Гомеля» провела першу домашній матч сезону. У гості завітала Віцепчанка. Пасля вертання з Іспанії, дзі проходзіла кваліфікація Лігі чемпіонав, у наших гандболісток було надпачынок літеральна два дні. Стомлінаць пасля напружыных выходных давала б сабі ведаць. У дзяўчат мало, што отрымлювалася як у Атацы, так і у Абароні. Як вынік, на пачатку гуняй шла мяч у мяч. Толькі у другої полові першого тайму отрымалася стварыць невяікі адрыв. На перапынок команды пайшлі прыліку 15-11 на карысь гаспадару. У другім таймі ўсё стало на свае місце. Більш высокі класы, лепшая укомплектованність гомельськай команды дали свой вынік. Гості не знайшлі, што гэтам усупраць поставіць. Фінальна сирына зафіксувала перамогу гомеля 36-22. Усталость сказывається, конечно, після Испании. Там у нас були хороші спарінги, хороші команды. Много сил потратили, перелёты, переїзды. Старались максимально эти дні разбавити ту ситуацію, которая сложилась. Позитивными какими-то моментами. Ну, работали, старались доіграть до конца. Не всегда получалось это у нас. Старались. Защити много не получалось, к сожалению. І гэта була пошні інформація раннішняга випуску. Студы для вас працавала Наталі Ігнатєнка. Я і мої каліги жідаєм вам плённого дня. До новых сустрэч у ефірі. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!